И опять о Денарифе. Немножко солнышка, тепла и красок в вашу жизнь. Сегодня немного о кактусах. Когда-то в детстве слышала, что кактусы цветут один раз в год. Но на Денарифе кактусы цветут постоянно, и различные сорта кактуса, и даже имеют ягоды. И эти ягоды по свойствам очень близки к гранатам. Сок и цвет просто не отличить от вкуса граната. Наблюдала, как цветок появляется буквально за одну ночь. Один день он развивается, цветет, а на следующий день он уже темнеет и умирает. А вот этим кактусом круглым по несколько десятков лет. Даже невозможно поверить, что вот такому кактусу 80 лет. Биология цветения кактуса примерно у всех сортов одинакова. Выпускается трубочка, из этой трубочки цветочек. Цветочек распускается и очень быстро потом отмирает. И вместо этого цветочка появляется или новый листок, или ягода. А это прекрасные павлины. Посмотрите, какие у них красивые хвосты, какие изящно изогнутые шейки. И это тоже цветок, но не кактуса. Я даже не знаю, как называется этот цветок, сорт. Но их здесь очень-очень много. А вот этому цветку я дала название страус, потому что у него длинная шея, красивое оперение. И эта шея начинает свисти и становиться тяжелее, наклоняется. И иногда наклоняется до самой земли. И такое впечатление, что страус свою голову спрятал в песок. А здесь я вам решила показать снимок с прошлого года, когда отсвела агава и прилетели голуби, ели семена этой агавы. Вот видите, настолько крепкая и большая агава, что на веточках спокойно сидят голуби. А голуби очень большие, примерно с курицу. Голуби прилетают на отсветшую агаву, чтобы есть семена. А когда агава цветет, то прилетают попугаи. И едят, ну что они там едят? Наверное, тычинки и пестики. А здесь несколько охапок разных цветов от цветущего весеннего тенорифия. А это привет тому, кто хотел почувствовать соленость и прозрачность водички Атлантического океана. И в заключение несколько живописных мазков для картины в целом. Продолжение следует...